Слава Богу, братья и сестры! Наш Бог велик! Велик! Знаете, многие сейчас, мы знаем, что пятница, многие собрания есть. И что наш Бог такой велик, знаете, если я сегодня представил, что Бог в то же самое время там на собрании и здесь в нас на собрании. И не только что Он на собрании, но в то же самое время Он смотрит на наши сердца. И что наш Бог велик! Слава Ему! Слава Богу, братья и сестры! Знаете, где-то, может, месяц назад Бог проговорил мою жизнь, когда я начал... У меня на сердце такое положилось, знаете, убирать контейнер. И я начал его убирать. Начал слаживать все, начал прятать, знаете, вещи некоторые. И когда пастор Эдуард пришел и посмотрел на это все, он сказал, все нормально. Но когда увидел, что я начал прятать те вещи, которые именно нужны, чтобы потом не искать их, знаете, может, ему не хотелось это говорить, может, обличать меня, но Бог в то же самое время, Он проговорил мне и сказал так же само, и ты прячешь молитву, читать Слово Божие. Знаете, и Бог открывается в таких моментах в жизни нашей. Если человек открытый сердцем, Бог через разные моменты в жизни будет говорить человеку, через ситуации, через проблемы, через болезни, знаете, братья и сестры. Я хочу поделиться еще словом, который у меня на сердце есть, на этих течении этих две недели как готовился. И я этим словом уже делился на молодежном собрании. И хотелось то же самое поделиться вместе с вами, братья и сестры. Наш один Бог и нет другого. Знаете, я хотел бы прочитать второзаконие, четвертая глава. Эта глава говорит о том, что, или просто мои мысли такие, что Бог, Он проговаривал израильскому народу, что есть один только Бог. И, может, кто-то вдохновлялся в то время, знаете, когда Бог проговаривал через Моисея людям, которых избрал себе. И, может, давайте я сначала прочитаю, потому что переживаю, волнуюсь. Пусть Бог поможет. Второзаконие, четвертая глава, 32 стишка и ниже, до 37 будем читать. Ибо спросил времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, который сотворил Бог человека на земле от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь, какое, как сие великое дело, или слыхано ли подобие сему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среди огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среди другого народа князя мы, знамения мы и чудеса мы, и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокую, и великим ужасом, как сделал для вас Господь Бог ваш, в Египте пред глазами твоими. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среди огня. Итак, как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потому что их после них, то и вывел тебя Сам великою силою Своей из Египта. Когда я начал читать это местописание, знаете, Бог начал открываться мне, как израильскому народу. Он открывался, показывал свои чудеса, как я уже прочитал эти стихи, что спросил времен, видели они чудеса Божие. Какие-то люди, если видели чудеса Божие, слышал ли какой народ голос Божий, или покушался какой Бог пойти взять себе народ. Видел ли кто, дела Божии нет, а тебе дано слышать голос Божий, и слышать глаз Божий. Он открывался народу израильскому. И я так, знаете, применил в свою жизнь, и Бог открывался мне, когда я начал познавать Его. Столько времен Бог открывался израильскому народу, братья и сестры, столько лет. И когда Он пришел, родился на землю, когда Он родился на землю, написано, что написано, что пришел к своим, и свои Его не приняли, братья и сестры. И к примеру, в жизни моей, чей открывался Бог в жизни моей, знаете, вот эту ситуацию, или когда я начал убирать этот вагон, Бог открылся, не то, что открылся, Он проговорил мое сердце через пастора Эдуарда, чтобы не прятать вещи, которые нужны в жизни моей. Это читать Слово Господне, молиться, знаете, чтобы быть победителем. И простите, я чуть-чуть нервничаю и попутал поинты, но ничего, с Божьей помощью, знаете, мой поинт проповеди, мой поинт проповеди, что один Бог и нету другого Бога, и что Он открывался израильскому народу, знаете, в то время, но сегодня Он открывается для каждого из нас, кто призовет имя Его, братья и сестры. Он открылся мне, когда я проходил трудные моменты в жизни. Он открылся мне, Он проговорил в сердце моем, Он говорил в моем сердце, чтобы я, я буду всегда это говорить, потому что оно меня вдохновляет и оно наполняет меня. Когда Бог говорит в сердце твоему, ты не можешь молчать. И Бог тогда проговорил в моем сердце, Он открылся мне, что Бог хочет из жизни моей, что Он хочет благословить жизнь мою, и что Он хочет спасти жизнь мою, чтобы попасть в вечную жизнь, братья и сестры. Я еще хочу прочитать местописание от Иоанна, 1 глава и 12 стишок, что «О тем, которые приняли Его верующим, во имя Его дал власть быть детьми Божьими». Еще одно местописание хочу прочитать, это Галатом будет. Галатом будет 3 глава, из 26 стишка и ниже. «Ибо все вы, Сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни вас свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова, по обетованию наследников, братья и сестры. Те, которые приняли Иисуса Христа в жизнь свою, когда Он пришел на земле, как написано, что пришел к своим, а свои Его не приняли, то люди, которые принимают Иисуса Христа в свое сердце, они называются детьми Божьими. И в первой главе, в 12 стишке написано, Он дал им власть называться детьми Божьими. И мы сегодня называемся детьми Божьими, потому что мы поверили однажды, и Бог начал открываться в нашу жизнь, что Он хочет от нашей жизни, братья и сестры. Не пропусти момент этот, который Бог хочет открыться в твоей жизни, чтобы спасти, может, тебя от каких-то, может, проблем или каких-то искушений. А Бог часто приходит в жизнь человека, и Он хочет, чтобы Он искал Его, чтобы наследовал Он Царство Небесное, братья и сестры. Давайте мы сейчас склонимся перед нашим Богом и помолимся, чтобы Бог благословил нас, благословил молитву, благословил те нужды, которые мы имеем, братья и сестры, и чтобы Он мог открыться нам больше, как израильскому народу Он открывался и говорил, покушался ли какой-то Бог, чтобы взять в себе народ, чтобы ввести Его. Вот такой наш Бог, который сегодня избрал нас, отдал Иисуса Христа, чтобы спасти нас, братья и сестры, чтобы мы имели жизнь вечную. Давайте преклонимся и будем молиться. Слава Богу за все!